Я, кстати, не знаю, кого Александр Штёкель выставит на командный старт, но как минимум вот эта пятёрка сейчас выглядит очень-очень сильно, и никто там явно кому-то не уступает. Я бы даже не сказал, что чьё-то место там на 100% зарезервировано. Наверное, Гагнес, но Гагнес мы видели, что в Саппоро не лучшим образом выступил. Если смотреть по Кубку мира положению, то, наверное, не брать Фанэмэла, но Фанэмэл в отличной форме находится, что тоже было бы немного неправильно. Только что он выиграл Саппоро. Есть ведь ещё... Да, в принципе, и Хильда неплохо прыгает. Ну, ладно, Хильды всё же не будем. Вот Стьярны на его слабление для любой другой сборной, я бы сказал. Но у норвежцев они точно не попадают в четвёрку, если брать сильнейшую. Всё-таки предполагаю, что Гагнес и Форфанг – это стопроцентно. Остаётся, соответственно, Тандэ, Фанэмэл, Стьярнын. Ну, и вот кто-то из этой компании окажется лишним. Ну, и Мануэль Фэтнер летит всего-навсего на 110, но, слава богу, для него квалифицируется, хоть и не без труда. Да, Милсток. Ну, вот что происходит с двукратным олимпийским чемпионом Сочи, сказать сложно. И, видимо, Лукаш Кручек тоже это объяснить не может. Возможно, как раз с этим связан его будущий уход с поста главного тренера сборной команды Польши по окончанию текущего сезона. Об этом уже официально заявили. Ну, я думаю, Кручек очень многое сделал для польской команды. Но он и так большой вклад привнёс в развитие польских прыжков, и, я думаю, провожать его должны лишь овации. И, конечно, Андреас Ванг, 115 метров, тоже квалифицируется, но тоже не очень убедительно. Так вот, про норвежцев сказали. Немцы, ну, вот чем тоже не звёздная команда. Фроинт, Фрайтаг, Вейлингерцами. Фрайтаг, Вейлингерцами, плюс к этому, разумеется, словенцы, где два префца вообще выдающиеся прыжки показывают. Помимо них есть Тепеш, который на этом трамплине чувствует себя очень здорово. Ох, аккуратненько. Ланешек. Ланешек в этом году начал прыгать не очень для себя характерно. Раньше он был стабилен, но где-то вот стабильно в районе 20-ки. Сильнейших, 20-х, 30-х позиций. В этом году он начал выстреливать, попадать в десятку, но при этом иногда вот в командных соревнованиях. Я думаю, Горан Янус об этом задумается. Ну, так вот, вместо двух братьев-превцев в команде, я думаю, не обсуждается. Ланешек ещё надо думать. Кранец надо думать. Тепеш тоже. Конкуренция большая, и все могут выдавать хорошие прыжки. Так что... Словенцы, я думаю, при хорошем течении обстоятельств, также могут немцам и норвежцам конкуренцию составить. Тем временем, Юаким Уэр, 114 с половиной. Ну вот, 116 с половиной. Простите, восьмой пока.